Вы сами сказали, что не являетесь специалистом в этой области. Мы, конечно, рассчитывали, что городская исполнительная власть все-таки предоставит возможность, чтобы специалисты отвечали. И это как бы не претензия к вам, это просто мы говорим об отношении к горожанам. Но раз уж вы отвечаете на эти вопросы, то помогите нам разобраться. У меня несколько вопросов, поэтому прошу чуть-чуть больше времени. Я буду их называть не вместе, а по очереди. Договорились? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как профильный вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству, как вы оцениваете, в каких районах нашего города жилой фонд был готов в срок? Если он был готов в срок, то кем он подготавливался? И как, по вашему мнению, насколько качественно? Мне интересно в разрезе районов. Есть ли у нас районы, которые были готовы лучше и те, кто были готовы хуже? Ну, по подготовке к отопительному сезону, да, немножко лучше. Корабельный район был готов и раньше были готовы дома к отопительному сезону. В худшем плане это у нас, к сожалению, это соляные, там где обслуживал ЖЭК БРИС, ну и пивный, потому что там не успел очень большой жилой фонд, они не успели физически просто весь жилой фонд вовремя подготовить. И в связи с переходом управляющая компания вступала, те еще не вышли, было не разберихи. Плюс, к сожалению, у нас это касалось особенно еще соляных, там были недопуски людей по обслуживанию систем. Поэтому так случилось, что немножко хуже подготовлены действительно соляные и северные, и часть Ингульского района. Остальные районы более-менее нормально подготовились. Спасибо. Следующее. Есть ли у вас информация о том, какой сегодня процент по платежам за коммунальные услуги в городе в разрезе районов? У меня с собой данной информации нет, но я так понимаю, что по Ингульскому и по Северному соляным там было около 60%. Я прошу просто тогда письменно дать ответ на этот вопрос. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как профильный зам по жилищно-коммунальному хозяйству, сколько в этом году в бюджете было запланировано и поддержано депутатским корпусом ремонтов крыш в домах, и сколько сделано на сегодняшний день? Игорь Сергеевич, я не провел такую информацию с собой, не готов ответить по крышам. Но вы согласны со мной, что ремонт крыши – это неотъемлемая часть подготовки к отопительному сезону, потому что текущие крыши… Я с вами согласен, да, что крыши необходимо делать. Хорошо. Прошу… Я понял, я дам вам письменный ответ по крышам, да. Спасибо, Крыш. Если у вас информация… Ильич, можно, да, слышно? Есть ли у вас информация, какой объем из бюджета городского совета средств было потрачено Департаментом жилищно-коммунального хозяйства на премии руководства Департамента ЖКХ в период с 26.05.2018 года? Почему с 26.05? Потому что это дата принятия решения и с полкомом о подготовке города к началу отопительного сезона. Ну, в целом суммы у меня нет с собой, но, насколько я помню, там премии выписывались на уровне 100 и 50% для руководства Департамента ЖКХ. Она системно получала премии за не просто выполнение, а и перевыполнение планов по подготовке в отопительный сезон. И прошу это тоже письменно тогда подготовить. Можно все в одном документе. Хорошо. Еще один вопрос, Юрий Морисович. Скажите, пожалуйста, были ли приняты решения на исполкоме о порядке выбора жильцами управителя? На прошлой сессии мы об этом говорили, давали протокольное доручение, учитывая то, что людям нет сегодня формы, как людям можно подготовить соответствующие документы. У меня к вам такой вопрос. Выполнено ли это протокольное доручение и как оно выполнено? Прошлое. Еще раз, Юрий Ильич. Вот смотрите, люди собирают протоколы. Собираются люди и говорят, мы хотим отказаться от ЖЭК или управляющей компанией, выборы другую. Готовят протоколы, приносят в ЦНАП. Им говорят, надо отдавать не в ЦНАП. Идут в департамент ЖКХ. В департаменте ЖКХ говорят, это не мы, а давайте в ЦНАП. Потом, когда к какому-то чиновнику этот документ попадает, им начинают рассказывать нашим горожанам, что какая-то там запятая не поставлена, форма не та и тому подобное. Все это происходит из-за того, что исполкомам не принято решение и нет единой формы подачи такого рода документа. Готов ли такой документ или нет? Если нет, то когда вы планируете его вынести на рассмотрение? Игорь Сергеевич, на прошлом исполкоме, на последнем, который состоялся, было принято решение исполкома, где был установлен уполномоченный, кто будет принимать эти протоколы, будет их хранить и будет размещать на сайте горсовета. Сейчас подготовлен проект решения исполкома по порядку принятия данных протоколов и по форме принятия этих документов. Я думаю, что на ближайшем исполкоме также будет принят документ, которым будет отражен уже порядок работы этого полномочного органа. Игорь Сергеевич, я правильно понимаю, то есть на исполкоме вы вынесли некое решение. У нас было протокольное доручение, я поднимал этот вопрос о том, что учитывая некомпетентность работников департамента ЖКХ, которые довели эту ситуацию и фактически там людей поставили в ситуацию, ну скажем так, беспокойства и уж точно неспокойства, мы тогда говорили, чтобы найти форму, кто будет отвечать за прием этих протоколов. Наше предложение было или ЦНАП, или же это были главы администрации. Скажите, пожалуйста, раз решение принято и вы предложили, кто это? Это департамент ЖКХ. То есть я правильно понимаю, что вы внесли предложение на исполком, нарушив наше предложение протокольное доручение, и снова поручили департаменту ЖКХ и господину Кузнецову и Репину принимать протоколы у людей, протоколы у людей, которые бедные уже несколько месяцев простаивают в коридорах, извините, их куда только не посылают, и вы снова опять провоцируете такую ситуацию в городе. Но это уже преступление. Но неужели вам недостаточно рекомендаций комиссии, мнения депутатов, протокольных поручений сессий, решений сессий, то, что люди выходят на улицы, то, что люди приходят к вам в кабинеты. Вы чего хотите дождаться? Вы считаете, что это решение правильно, или все-таки вы допустили ошибку, и вы готовы его изменить на следующем исполкоме? Игорь Сергеевич, я не против, чтобы это было другое подразделение, которое будет принимать эти протоколы, будет их хранить и будет размещать на сайте Горсовета. К сожалению, насколько мне доложила руководство департамента ЖКХ, было предложение возложить это и на ЦНАП, и на юридическое управление рассматривался вопрос, и на управление коммунального война. Все эти органы отказались выйти в полномочные приемки протоколов. По разным причинам. У кого-то негде их хранить, кто-то считает, что это не его направление, это не его полномочия, поэтому, к сожалению, приняли такое решение. Если есть необходимость, я думаю, можно этот орган поменять. Пользуясь случаем, я прошу, Татьяна Викторовна, обращаясь к вам, как к секретарю городского совета, вынести на рассмотрение комиссии по законности этот проект решения исполкома. К сожалению, мы его не видели. Я думаю, что сегодня это стало снова очередным удивлением горожан, и позиция профильных чиновников ЖКХ. Мы бы хотели этот вопрос рассмотреть на комиссии по законности и подготовить проект решения на рабочую следующую сессию об отмене этого решения исполкома. И в завершении... Я уже заканчиваю, Александр. В завершении... Ильич, скажите, пожалуйста, у нас уже октябрь месяц. Сколько было в этом году проголосовано и выделено депутатами городского совета средств из бюджета для департамента ЖКХ, которые должны были быть направлены на решение острых вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством? Ильич Сеевич, поскольку я нераспорядный бюджетных кошек, не могу ответить на этот вопрос. Тогда ремарка... Ну, а процент освоения... Вы 16% подтверждаете или нет? Насколько я знаю, там уже больше процентов освоения. Я понял. Я заканчиваю. Я прошу у коллег прощения, что чуть затянул. Ну, информирую информационно. Мы в этом году, депутаты городского совета, проголосовали и выделили средства на ремонт 84 крыш многоквартирных домов. Много это или мало, но 84 дома должно было быть отремонтировано. На сегодняшний момент, по информации из департамента ЖКХ, отремонтировано только 23. Меньше 30%. Качество выполнения этих работ... Это отдельный разговор, и оно, ну, скажем так, может не для сегодняшней сессии, мы будем отдельно об этом говорить и на комиссиях, я думаю, и на следующем общении с департаментом ЖКХ. Но вот такая ситуация у нас сегодня в департаменте ЖКХ. В связи с этим, Александр Федорович, как руководитель фракции, прошу дать мне слово в завершении с коротким выступлением. Спасибо. Спасибо, Сергей Сергеевич. Стосовно вопроса, которое вы задали, у нас была позиция для того, чтобы упорядкувать возможность людей выбирать компанию, визначать место, где будут складываться протоколи и так далее, и тому подобное. Было как раз и принято таке решение, аби было визначено конкретным актом, Миколаевским виконавчим комитетом Миколаевского района, было принято таке решение, аби виправить ситуацию, яка была ранее невидома, и никто не знал, куда нести, что нести, как зберегать и так далее. Тому было и принято. Больше того, это решение принималось, ну, большинство в виконавчем комитете, и не было там, какие-то там секретные и так далее. Продолжение следует...